Программу «День пельмень» на Национальном телевидении Чувашии представляет сеть профессиональных стоматологий «Дентомед». Хохотушки-веселушки! Коворушки-непослушки! За животики-держалки! Обсуждалки-игралки! С нами праздник каждый день! Передачи «День пельмень»! Всем привет! Это самая веселая и яркая программа «День пельмень». Каждый день мы отмечаем веселые и яркие праздники. Например, День тапочек, День хвоста, День поиска второго носка. А сегодня у нас по календарю День чупа-чупса! Ура! Ну, детки-конфетки, признавайтесь, кто из вас любит чупа-чупсы? А кто просто обожает? А ты почему не поднял руку? Ты их не любишь? Потому что они вредные. Как ты думаешь, сколько чупа-чупсов можно есть в день? Два! А я бы скушала тысячи! А ты не лопнешь? Нет! Пять чупа-чупсов – это максимальное количество. Если съесть больше, то тогда может заболеть живот или что-нибудь другое. Ребята, как вы думаете, зачем этот леденец прикрепили на палочку? Ну, чтобы... Бывают же огромные чупа-чупсы, их невозможно сразу уместить. Поэтому их прикрепили на палочку, чтобы постепенно-постепенно их лизать. Я думаю, их прикрепили на палочку, потому что их можно случайно приглотить. Я думаю, что их прикрепили на палочку, потому что, чтобы детям было интереснее их есть. Потому что они могут из рук выскользнуть. Потому что они могут поломаться, когда можно их уронить. На самом деле, один испанский кондитер, Энрике Бернат, увидел, как мама ругает своего малыша за то, что он испачкал руки сладостями. И придумал гениальную идею – прикрепить эту сладость на палочку. Но у нас в России тоже есть и будут свои леденцы на палочке в виде петушка. А еще в виде чего можно сделать сладость? В виде треснутой косточки. А почему в виде косточки? Ну, потому что леденец же твердый. Я думаю, что можно сделать леденец в виде собаки. А я думаю, что в виде для кошка и единорогов. То есть вам хочется пососать животных, единорогов, собак? Да. В виде креветки. Я их обожаю. А вы как думаете, мальчики? В виде микробов. А почему в виде микробов? Потому что их интересно есть. А какое еще название можно придумать для этой сладости? Будучупс, потому что его все точно будут. Кругло-чупс. Потому что он круглый? Да. А если сладость будет в виде зверюшки? То зверочупс. А вы видели когда-нибудь взрослых, которые сосут чупачупсы? Я видела маму с чупачупсом мою. Она тоже любит чупачупсы, как и ты? Да. А вы считаете это нормальным, что взрослые сосут чупачупсы? Да. Да, потому что чупачупс приносит всем радость. Приступаем к игре нашего дня. Сейчас мы с вами определим главного хомячка. Давайте узнаем, у кого сколько чупачупсов поместится за щечками. И так, Владик у нас стал победителем. В него влезло целых пять чупачупсов. Ребята, а если у вас нет чупачупсов, не расстраивайтесь. Уверена, на любой кухне найдется вкусняшка, которой захочется набить рот. А день праздника можно будет переименовать в день хомячка. Ну что, хомячки, а теперь самое веселое. Давайте скажем с чупачупсами во рту скороговорку про конфетки. Вез корабль-карамель, наскочил корабль на мель. 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 Вот что значит веселиться по полной То ли еще будет Отдыхайте с нами каждый будний день Пока-пока Высококвалифицированные врачи клиники Дентомед верны своей работе И неизменно вот уже многие годы отлично выполняют свой долг перед пациентами Добро пожаловать в клинику Дентомед Добро пожаловать в Казахстан